В Свердловской поликлинике для детей всех возрастов продолжается профилактический осмотр, включающий в себя как патронажную работу врачей-педиатров, так и диспансеризацию в соответствии с установленными правилами, действующими в медучреждениях. О здоровье детей вместе с родителями заботятся участковые врачи, которые помогают нам, взрослым, осознать важность и неукоснительность соблюдения своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска развития ребенка. Очень хорошо, что в нашей стране предусмотрено такое понятие и такая работа, как профилактический медицинский осмотр, включающий в себя диспансеризацию. Приглашаем, приходите, посмотрим, оценим, дадим рекомендации. То, что вы сейчас видели, это был один из моментов нашей работы. Наша работа, как педиатров, является профилактическая, которая включает в себя один из моментов нашей работы, является профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних детей. Необходимость медосмотров детей закреплена законодательно приказом Министерства здравоохранения о порядке их прохождения несовершеннолетними, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них. Диспансеризация осуществляется с первых месяцев жизни новорожденного и до 18 лет, то есть на протяжении всех лет жизни молодого человека, от детского сада и до школы, его учебы в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Делается это в целях выработки рекомендаций по оздоровлению, которые могут дать несовершеннолетним и их родителям дипломированные и сертифицированные врачи. Заведующая Свердловской поликлиникой из Щелковской городской больницы Елена Коблова сообщила, что кадровый состав педиатров в медучреждении полностью укомплектован. Это уже второй год, как мы это добились. Повлияло это как раз таки программой губернатора «И приведи друга», и «Земля врачам», и «Социальная ипотека», и «Земский доктор» программа такая. Все врачи, которые к нам едут, их надо завлечь, конечно. И всем, к кому подходит определенная программа, они могут ей пользоваться. И благодаря этому мы набрали как раз таки за последние два года четырех педиатров. Вот они к нам приехали, надеемся надолго, и будут работать и лечить наших деток. Елена Коблова сообщила, что Свердловская поликлиника, структурно входящая в действующую на территории нашего городского округа и соседних муниципалитетов Щелковскую горбольницу, при необходимости может направлять пациентов в другие медучреждения на лечебно-диагностические консультации к профильным специалистам-медикам. Это стало возможным после объединения медучреждений в единый кустовой кластер. В самой же поликлинике, находящейся в Свердловском поселке на Молодежной, профилактический осмотр и диспансеризацию могут пройти 6 тысяч детей, проживающих на подведомственной медучреждению территории. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.